Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight I don't need no money Привет, Сергей. Я Сергей, не вы Сергей. Канал Голодный Мужчина, все как обычно. Знаете, что я подумал на Медне? Вот 2020-й подходит к концу, ну и слава коту, как говорится. Что нам принес? Дистанционное обучение, дистанционная работа и, как говорится, с бедами пришла и цивилизация. Не без этого. Так, может, пора бы уже и Че попробовать? Правда? А че там, 40 грамм всего надо. Жменька от силы, на две порции. А удовольствие получите колоссальное. Это совсем недорого и, я думаю, что уже везде доступно. Поехали. Так, для начала нам понадобится молоко, причем абсолютно любое. Коровье, козье, у нас овсяное. 300 миллилитров молока и к ним же 40 грамм семян чья. Если вы не отдупляете, что это, то это вот такие вот маленькие семена. Так называемые суперфуды. Дуже модно, дуже вкусно. Про сахар ничего не говорю, потому что наверняка, что вы не первый раз смотрите ГЭМ. Сколько уже можно ныть по этому поводу. Добавляйте по вкусу. Можете добавить перетертый банан или какой-нибудь подсластитель. Мед. Я не добавляю совсем, потому что мы используем растительное молоко, овсяное. А оно довольно-таки сладкое. Потому что ферментация, все дела. Ну и вообще я сахарнеем уже очень давно, поэтому чувствую естественный вкус продуктов. И, поверьте, вполне всего достаточно. Да и фрукты, блин, сладкие. В общем, там решайте для себя. Семена чая являются гидрофильными, то есть хорошо впитывают влагу. Поэтому как только добавите, берите венчик и перемешивайте. Просто для того, чтобы они не слиплись друг с другом. Помешали секунд 30, да оставьте минут на 5. Затем еще раз перемешаете. Ну а далее оставьте миску на столе, пока смесь не загуснет. Чайку там попейте. Посетите магазин ГЭМ. О чем и зря столько нового туда добавили. ГЭМ это уже классика. Лучшая подарка себе или близким вы не найдете. Ну и спустя минут 20 на столе у вас получится что-то такое. Как видите, консистенция пудинга. Данной пропорции 300 на 40 хватит ровно на 2 300 мл банки. Кстати, пока пудинг настаивается, можете подготовить фрукты. Или ягоды, что вы там хотите. Порежьте на кубики или кидайте целыми. Все на ваш вкус. Ну а теперь разольем все по банкам. Первый слой, конечно же, сам пудинг. Столовую ложку, либо две. Затем слой фруктов. Фруктов, конечно, не жалейте. Мы использовали клубнику. Банан, грушу, персик. И замороженную голубику. Спасибо маме, что постаралась летом, когда она стоила копейки. Фрукты накрываем еще одним слоем пудинга. Ну и в конце снова фрукты. А чтобы разнообразить, одну банку мы решили сделать шоколадной. Просто на этапе замеса чия добавили одну чайную ложку какао. С горкой. Ну что вкусно было. Этот рецепт вообще простор для фантазии. Можете добавлять что угодно. Орехи, кокосовая стружка, земелька родненькая. Ну вот просто все на ваш вкус. Фантазируйте. Вот так вот. Наготовьте себе несколько банок. Будет вам на завтрак. Поскольку в составе молоко, то хранить в холодильнике нужно ровно столько, сколько хранится молоко. Но если вдруг наделаете много банок, часть можете заморозить. После разморозки текстура и вкус не поменяются. Приятного. Вот такой вот десерт. Ничего вам не покажу, правда, потому что уже все закончилось. Съедаю такую банку 300 миллилитров. Может полторы за завтраком. Ну как, в качестве завтрака. Хватает на полдня. Блин, вкусно. Не вредно. А если еще сахар добавляете? Вообще супер. Пробуйте. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok